Имена лауреатов крупнейшей научной премии прозвучали на весь мир. Размер награды составляет 3 миллиона долларов. Премия досталась команде астрофизиков из США, которые построили детальную карту ранней Вселенной. Ученые сделали это при помощи космического аппарата НАСА, предназначенного для изучения релективового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва. К слову, составлением карты Вселенной уже не первые десяток лет занимаются ученые всего мира. И в России они тоже есть. Например, группа ученых Казанского университета не первый год занимается разработкой такой карты. Главным средством для этого является университетский телескоп, работающий по системе рентгена, установленный в Турции. Институт космических исследований нашел нас, Казанский федеральный университет, Академия на Украине Татарстан, который является обладателем полутораметрового телескопа. Как известно, наш телескоп Казанского университета с диаметром полтора метра установлен в Турции. И вот выяснилось, что наш телескоп имеет возможность наблюдать в оптическом диапазоне те объекты, которые будут обнаруживаться в рентгеновском диапазоне. По карте наших ученых понятно, что видимая материя составляет всего лишь 5% Вселенной, а 70% занимает темная энергия. Будут обнаружены с помощью этого телескопа скопления галактики. И вот предыдущие наблюдения рентгеновские говорят, что в центре этих галактик, кроме самих галактик и звезд, находится горячий рентгеновский газ. Откуда он там взялся, почему он там существует, не ясно. Но этот газ содержится внутри. Что-то удерживает этот горячий газ. Ученые предполагают, что там есть та субстанция, которую мы называем темной материи. Изучая полученные данные, специалисты рассчитывают прояснить природу темной энергии и выявить новые закономерности в расширении Вселенной. Ведь темная энергия и по сегодняшний день является загадочным нечто. И дать ответ на вопрос, что же это все-таки такое, пока не может никто. Адель Шамилова, Роман Самарин, Унверньюс.